Наибольшь расповсюдженная тема заворотов у Бода Кошалёве – приватизация жилья. Основных причин две. У свой час за 70% побудованных сельгазподприемств просто не регистровали в Бюро техничной инвентаризации, а последнее каких проведенных реорганизаций износить все необходимые документы просто немогчимо. А про чатаго люди не за всюду погажаются с коштом приватизуемого жилья. Надея Олейникова живе у доме 1979 года побудовы, причем ремонт тут не проводили николи. За приватизацию квартиры, площадь 56 квадратных метров, в Жанчине неоподнен заплатить им 20 тысяч рублёв. Теперь все свороты у Райваконками уважливо разглядеть. Еще раз. Квартиры уже старые, дома тоже старые. Там есть трещины у нас сами заделаны. У нас крыша течёт, нам никто никогда ничего не делал. Никакой, ну, не было никакого ремонта, можно сказать. Делаем своими силами. Подчас приёма у Бода Кошалёве глобальных проблем люди не огочивают. Некого, хвалюя разбитая дорога у Ёса, некая отсутность лазни у райцентры. Проблема в том, что часто выращение узнятых проблем по торобою значных финансовых затрат и узгодненных деянию у разных организаций. Комельскому отделению белорусской чагунки, например, по выниках приёму пропонуют и аж ещё раз звернуться до организации пешеходного перехода на станции Бода Кошалёва. На гэта мост про чагунку жахары Бода Кошалёва скарлятся уже не первый раз. У свой час он был пободаванный для безпеки пешеходов, але проект оказался не вельми удалым. Вся ляким разе пройти проза его вельми тяжко як со старелым людям, так и женщинам с малыми детьми. Тема праца уладкования и реализации декрета номер 3 у Бода Кошалёве головной не была, але так само уздамалась. Зараз в районе у якоси беспроцовных зарегистровано 173 человеки, при тем, что свободных вакансий 220. Проблема в тем, что наймальникам потребны, прежде всего, дипломованные специалисты, урачи, педагоги, агрономы, ветеринарные урачи. Хотя рабочая профессия так само потребует от победной квалификации, тракториста и того же оператора машинного доения. Разум с тем, больше беспроцовных закончили только среднюю школу и на рынку працы не конкурентостольные. В этой ситуации, до речи, улечивается при принятии расшеню рабочей группы по реализации декрета номер 3. Зараз с просьбой о возводении сбора на компенсацию державных расходов сюда извернулись к реху больше 100 человек. 60% за яких уже отремали становочные отказы. Начальник Головного управления по работе со зворотами грамадян и юридичных особ Администрации Президента Республики Беларусь Рыгор Шлык каже, что головная задача проведенных приемов грамадян – мониторинг проблем, которые истнуют в регионах. Было несколько обращений по возвращению вкладам, которые были в советское время положены нашими гражданами. Также значительную часть занимали, особенно в городе Гомеле, это судебное решение. Но по судебным решениям сразу бы хотел подчеркнуть, администрация Президента в соответствии с законодательством не имеет права вмешиваться в судебное постановление.